Вы смотрите новости Верхней Камья. В студии Екатерина Кравцова. Здравствуйте! И вот главные темы дня. Холодно и вам не показалось. Власти готовы рассказать об итогах запуска отопительного сезона. Как быть тем, кто продолжает мерзнуть в своих квартирах? Телерейд. А сколько водителей правильно проезжает круговое движение у ДК Ленина? Сегодня наша съемочная группа дежурила на одном из самых аварийных участков города. И наша землячка Светлана Харунжия стала лучшим парикмахером Европы. Кто помогает ей добиваться самых больших высот в жизни? Об этом и не только расскажем прямо сейчас. На холод в квартирах пожаловались жители 85 домов города. Кто стал слабым звеном в тепловой цепи? Управляющие компании, тепловики или же сами жители? Это выясняли в администрации города. Там все жалобы горожан взяли на особый контроль. По Санпину температура в жилых помещениях должна быть 20 градусов и 22 в торцевых квартирах. Если столбик термометра ниже, жильцам нужно сообщить об этом в управляющую компанию. Управляющая организация при поступлении заявки осуществляет выход в квартиру для того, чтобы произвести замеры температуры внутри жилого помещения. В случае, если все-таки выявляется, что температурный режим нарушен, составляется акт о нарушении и устанавливается причина. Коммунальщики решают эту задачу вместе с тепловиками. Только после того, как сетевая компания выяснит, в чем дело, управляющая компания начнет работать. В случае, если проблемы связаны с внутридомовыми системами, либо с элеваторными установками многоквартирных жилых домов, вы даем рекомендации для управляющих компаний. Они бывают разные. То есть, например, изменение диаметра сужающего устройства как раз с целью улучшения режима теплоснабжения дома. В этом году жалобы поступили из 85 домов. В 60 домах жильцы были правой температуры, а в квартирах ниже нормы. К слову, в 23 домах уже стало тепло, а вот с остальными работа идет полным ходом. Решился и вопрос с домом 30 по парижской коммуны. Проблема в том, что в квартирах на пятом этаже никто не живет. И пропустить воздух к ране Маевского попросту некому. Сейчас решается вопрос, как туда попасть. Ситуацию в этом и других домах держат на контроле городские власти. В этом году у нас поменялась, так скажем, схема теплоснабжения города Березники. В связи с переходом на одну ТЭЦ были построены две понизительные насосные станции в двух районах города. Сейчас отопление города легло на одну ТЭЦ-2 и две понизительные насосные станции. 19 ноября ТЭЦ-10 прекратила свою работу. Как пояснили в мэрии, такие меры плановые. Новую систему отопления ввели в этом году. Однако трубы в домах были настроены на старую схему. Поэтому требовалось откорректировать давление или увеличить подачу тепла непосредственно в дома. Если и у вас дома прохладно, звоните в управляющую компанию. Помните, именно вы первое звено в коммунальной цепочке. Евгения Кокшарова, Елена Силакова, Степан Некрасов. Новости Верхниками. Сегодня ситуация на дорогах города близка критична. Инспекторы ДПС перешли на усиленное патрулирование. Сотрудники полиции намерены одинаково жестко наказывать рублем и водителей, и пешеходов. Мне неудобно, я тороплюсь, я работаю. Я понимаю, что не ропитесь, но в ЛАЗ ДТП просто с пешеходами. Сейчас нет машины. Пешеходы гибнут. Слава Богу. Пешеходы гибнут. Я знаю. Вчера буквально на ДТП было. Получается, у каждого свои причины наплевать на правила. А ведь они уже написаны кровью. Накануне под колесами УАЗика погиб пенсионер. И пешеходный переход не стал для него гарантом безопасности. Копию у себя на память, где галочки, там фото. Этой женщине выписали предупреждение, пожалели. А повезет ли на дороге в следующий раз, вот это вопрос. Дорога у нас в положенном месте приходит. Это ваша жизнь. И мы должны о ней заботиться, а вы сами. Пешеходы, как сговорились, один за другим перебегают дорогу, где хотят. И не смущаются нарушать даже перед патрульной машиной. Скажите, вам сложно дойти до пешеходного перехода? Буквально пять метров. Вы торопились и точно так же стоите, автобус ждете. Десять метров до пешеходного прийти тяжело. А это может стоить жизни. Галина оправдывается. Нарушает только в крайних случаях. Сейчас она торопилась на автобус. В итоге пришлось задержаться для оформления протокола. Но возможно именно такая пауза спасла ей жизнь. Вчера у нас было ДТП с пешеходом, с летальным исходом. Человек погиб. Не убедился в своей безопасности, в безопасности своего перехода. В итоге человек умер. Водитель остался виноватым. Надо всегда смотреть по сторонам. Надо всегда убедиться в своей безопасности. Автомобиль не может мгновенно остановиться. Почти 80 аварий с участием пешеходов. Такова статистика за 11 месяцев. В основном в авариях виноваты водители. Погибли 6 человек и больше 70 получили серьезные травмы. Вполне возможно, добрая часть пострадавших, лежа на больничной койке, задумалась о своем поведении на дороге. Уважаемые водители, соблюдайте скоростной режим. При проезде нерегулированных пешеходных переходов уступайте дорогу пешеходам. Особое внимание уделяйте нам многополосным движениям. 200 штрафов в месяц. Но как ни бей по карману и пешеходов, и водителей, торопык на дорогах меньше не становится. Сейчас инспекторы ДПС переведены на усиленную работу. И без нашей с вами помощи им не обойтись. Сняли на регистратор злостное нарушение ПДД. Передайте видео в нашу редакцию или же в дежурную часть ГИБДД. Сергей Коленик, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхниками. И в продолжении дорожной темы. Про поворотники забывают, выезжают как попало. Сегодня мы вышли в телерейд на круговое движение, что на проспекте Ленина. И убедились лично, лишь единицы умеют правильно проезжать по кольцу. Нарушают почти все водители. Залетают на кольцо, подрезая. Выезжают с кругового, как попало. Про поворотники вообще забывают. Постоянно создают аварийные ситуации. Неудивительно, что на этом месте бывает по несколько ДТП в неделю. Лишь единицы знают, как правильно проезжать по кольцу. Заезжаете на кольцо, то есть у вас получается второстепенная дорога. Вы должны всех пропустить. На кольцо можно заехать с любого ряда. Поворотник показываем направо. Выезжаем на кольцо. С крайней выезжаем. Показываем поворот, когда съезжаем. Зачастую водители, которые ездят по правилам, уворачиваются от нарушителей. На заметку тем, кто выезжает с круга с левой или со средней полосы, вы будете виновником ДТП в случае, если вырежетесь в авто, которое едет справа, но по кругу. Если я выезжаю с кольца на Советский проспект, то по своей полосе и выезжаю. Ну, как по своей полосе, так же и на улицу Ленина. Ну, по крайней мере, я так делаю, я не знаю. Почему три? Я только две видел. Три съезда и две полосы. Резюмируем с графикой для наглядности. Водитель имеет право въехать на кольцо с любой полосы. Заезжаем с левой, соответственно, ее и занимаем. С правой – правую. В любом из этих случаев включаем правый поворотник. А вот выезд с кругового движения только с крайней правой полосы. При этом вновь показываем правый поворотник. В плотном потоке всего за 10 минут грубо нарушили 37 водителей. Некоторым не будет лишним сесть за учебники и вспомнить элементарные правила. Даже если автолюбители уверены в том, что знают их на зубок. Сергей Коленик, Степан Никрасов. Новости верхниками. Филиал «Азот» компания «Уралхим» расширяет сотрудничество с учебными заведениями. На днях было подписано соглашение с Соликамским горно-химическим техникумом. Там, где готовят специалистов, которых уже ждут на «Азоте», побывала съемочная группа «Азот-ТВ». Соликамский горно-химический техникум – довольно молодое образовательное учреждение. Его история началась в 1986 году. За все эти 30 с небольшим лет техникум выпустил порядка 6,5 тысяч молодых специалистов. В аудиториях полным ходом идет учебный процесс. Здесь не в игрушки играют, хотя на первый взгляд именно так и кажется. Вот студент Михаил Пахомов в шлеме виртуальной реальности выполняет на симуляторе сбора деталей очередное задание. Сейчас перед нами задача – собрать центробежный насос с открытым колесом. У меня есть инструкция, и по ней нужно его собрать. Сначала нужно установить верхнюю крышку в корпус. Так, сейчас я посмотрю. Современный 3D-аппарат техникум приобрел одним из первых в крае. Теперь ребята могут отрабатывать навыки в сборе различных деталей. Это будущим механикам очень пригодится. Пригодится и тем, кто планирует развивать свою карьеру в области IT-технологии, как Михаил, например. Заниматься программированием, наверное, веб-технологии, веб-разработкой, создавать какие-то сайты, приложения, то есть как-то в этом направлении двигаться. А здесь ребята работают руками. Горнохимический техникум – единственный в нашем регионе, который обучает студентов одновременно по двум специальностям – токарь и слесарь-ремонтник. Вообще попасть сюда не так-то и просто. Конкурс – пять человек на место. Приезжают учиться ребята отовсюду. Здесь представители Чердень, Красновишерска, Березняков и Соликамска. Ирина Мельникова уже на четвертом курсе. Определить жесткость воды для нее – шуточное дело. В лаборатории пропадает часами. Скоро девушке предстоит сделать выбор, куда пойти работать. Рассматривает разные варианты. Родители работают на Уралкалии. Но Ирина намерена идти своим путем. Так как я живу недалеко от Березняков и в дальнейшем пыталась, рассматривала, какие предприятия будут более выгодны для меня и для карьерного роста, и для этого, то большинство я рассматривала Азоту, Уралхим, ну, как Уралхим получается, чтобы меня научили чему-то новому, а не того, что уже знают родители, и чтобы мне рассказывали. К выбору будущих профессий своих студентов в техникуме относятся более чем серьезно. Буквально на днях в учебном заведении состоялось совещание по вопросу развития профессионального образования в Соликамском промышленном районе. Мероприятие можно назвать знаковым, так как участвовали в нем директора образовательных учреждений, представители Министерства образования и науки Пермского края, дирекции по персоналу предприятия Верхнекамья. Вообще система профессионального образования, среднего профессионального образования, сегодня находится на острие модернизации образования в целом, и главным, и секретом, ресурсом успешной модернизации, и одновременно главным результатом как раз является успешное взаимодействие с работодателем. Илья Бачаров, представитель Министерства образования и науки Пермского края, поднял на совещании вопрос подготовки кадров. За последние пять лет этот процесс изменился кардинально. Раньше абитуриентов набирали, особо не задумываясь, куда они пойдут и зачем, обучали по своим специальным программам и потом выпускали в большой мир. Молодые специалисты самостоятельно трудоустраивались, и зачастую им приходилось переучиваться. Вот эта вот фраза еще из советского прошлого, забудьте всему, чему вас учили. Так вот, последние пять лет мы кардинальным образом систему подготовки кадров перестраиваем под потребности работодателя. И работодатели четко понимают свои потребности. В филиале «Азот» компании «Уралхим» давно налажена связь с учебными заведениями краем. Филиал сотрудничает сразу с несколькими. Березняковским филиалом Пермского национального исследовательского политехнического университета, Березняковским политехническим техникумом, Томским политехническим институтом. Не так давно заключено соглашение о сотрудничестве с Южно-Российским государственным политехническим университетом имени Платова. И вот снова исторический момент. Подписывается договор с Соликамским горно-химическим техникумом. Мы подписали договор о сотрудничестве с Соликамским горно-химическим техникумом, который является профильным для нашего предприятия. А именно на базе него готовятся те профессии, ребят, которых мы очень заинтересованы в этих молодых специалистов. Это и химики-технологи, это и механики, это и электрики, что очень важно для нашего предприятия. Мы с удовольствием будем дальше продолжать это сотрудничество. Мы планируем в рамках этого договора оказывать материальную помощь техникуму, в расширении его материальной базы, в ремонтах аудиторий и в пожене педагогического персонала, чтобы замотивировать сотрудников именно на лучшую подготовку студентов. Мы надеемся, что специалисты, которых мы готовим, будут востребованы на предприятии «Уралхим». И поэтому договор, который мы сегодня подписали, он имеет значение как для нас, так и для предприятия вашего. И я думаю, это будет первый этап нашего более тесного сотрудничества. Договор с Соликамским горнохимическим техникумом предполагает взаимную ответственность сторон за количество выпускников и качество их подготовки, а также совместную профориентационную работу, корректировку содержания учебных программ и организацию практики студентов. И, возможно, скоро практиковаться на Азот приедут и Ирина Мельникова, и Ниша Пахомов. Что там показывает виртуальный шлем? Наверняка светлое, реальное будущее. А теперь поговорим о другом ближайшем будущем. Учитель дает задания, программа проверяет и выставляет оценку. Кто бы мог подумать, но такая система обучения совсем скоро станет реальной. В Пермском крае, в том числе в некоторых школах нашего города, детей 2, 3 и 4 классов начнут обучать с помощью Яндекс.Учебника. Репортаж Анастасии Лакман. Итак, сдаем тетради с домашними заданиями. Татьяна Геннадьевна работает в 30-й школе долгих 30 лет. Рассказывает, на проверку одного предмета каждый день она тратит в среднем по полчаса. Прибавьте к этому времени несколько минут на подготовку домашних заданий и вуаля. Вечера как не бывало. Но вскоре жизнь нашей героини и ее коллег значительно облегчится. С Яндекс.Учебником на подготовку заданий у них будет уходить всего около 15 минут. Время на проверку при этом и вовсе сведется к нулю. Умная программа не просто поставит отметку, но и укажет педагогу на пробилы в знаниях каждого ребенка. Я зарегистрирована на платформе Яндекс.Учебник, познакомилась с содержанием. Яндекс.Учебник позволяет составить проверочную работу, ту, которую я считаю нужным, из тех заданий, которые нужны мне в данный момент. Время работы у детей занимает буквально 5-7 минут. Я вижу сразу результат. Там есть рейтинг. Для детей сервис будет выглядеть как тетрадь, только электронная. С помощью уже не ручки, а клавиатуры и мыши им нужно будет, например, решить задачи, разобрать слово по частям или вписать недостающие буквы на месте пропусков. На каждое задание школьнику будет даваться по три попытки. На компьютере полегче будет, чем в тетради. Но в тетради мне тоже нравится, потому что так будет слишком легко, если все время на компьютере будешь заниматься. Мне больше лично нравится на компьютере решать. Во-первых, это и проще, и интереснее. То есть там и картинки, например, в учебнике, если не показывают какую-то картинку, то можно не понять, что это за слово. Но в тетради у нас же тоже развивается почерк, и это тоже может жизни пригодиться. Полностью согласны с юной Дашей и сами создатели Яндекс.Учебника. В тестовом режиме его запустили еще в прошлом году. И уже успели охватить больше четырех тысяч классов по всей стране. Действительно мы знаем, что дети на платформе быстрее справляются с домашними заданиями. Но задания, которые учитель сам решает, какие задания нужно дать на бумаге, потому что писать рукой очень важно. И это ни в коем случае не заменяет все на свете. Это подходит для определенных видов задач. Для многих, но не для всех. Бесплатный доступ к Яндекс.Учебнику получили сразу 200 школ Прикамья. 12 из них находятся в нашем городе. Их список вы сейчас видите на экране. Обучаться онлайн будут также дети из Усольской и Орлинской школ. Согласно договору, который в начале месяца подписали власти Прикамья и представители Яндекса, проект пока пилотный и продлится до конца этого учебного года. Образование становится все более цифровым. И с помощью различных электронных сервисов, в том числе сервисов Яндекс, в школах вырастет эффективность обучения. Совсем скоро, а именно 12 декабря, для учителей школ состоится установочный вебинар. Участвовать в нем педагоги, разумеется, будут онлайн. Кстати, преподавателям нашей 30-й школы разобраться в новом сервисе будет несложно. Ведь здесь они уже имеют похожий опыт работы. Правда, с платформой учи.ру. И только на уроках. Но учитывая то, сколько современные дети проводят в гаджетах, эксперимент с домашними заданиями им наверняка тоже придется по душе. Анастасия Лакман, Степан Некрасов. Новости в Верхнекамье. Даже лучшие стилисты Парижа, Милана и Рима не делают прически так, как наш березняковский мастер Светлана Харунжия. Героиня нашего следующего сюжета стала чемпионкой Европы по парикмахерскому искусству, оставив позади полтысячи конкурентов. С человеком, который каждый день создает красоту, встретились и мы. Тяга у меня, скажем так, к этому делу появилась, когда я еще училась в школе. Я сходила на курсы домашнего парикмахера, чтобы подстригать своих домашних и поняла, что мне это очень нравится и что я с этим свяжу свою жизнь. И буквально через год я пошла в салон, учась еще в школе. Я сказала, что я хочу прийти к ним работать. Они мне сказали, заканчивай школу, приходи и мы тебя возьмем. Так и случилось. 18-летняя Светлана все схватывала на лету. Очень быстро стали появляться постоянные клиенты, которые до сих пор, вот уже спустя 20 лет, ходят именно к ней. Светлана Харунжия знает о волосах все. По ним она даже может определить характер человека. Бывают садятся в кресло и даже не говорят, что они хотят. То есть я смотрю на них, я советую, я вижу, что надо человеку. И человек 100% мне доверяет. Мне это очень нравится. Встав на ноги в профессии, Светлана вместе с коллегой решила открыть свой салон под названием «Изуми». Уютное местечко, где сегодня она создает неповторимые образы. А вот так выглядит главная профессиональная победа парикмахера-стилиста. Работа Светланы была признана лучшей свадебной прической на чемпионате Европы по парикмахерскому искусству, который проходил в Италии. А сама мастер признана лучшей в своем деле. В сентябре я ездила специально в Москву. Мне дали вот эту работу, с которой я буду выступать. И здесь я ее отрабатывала. Работала дома, отрабатывала вечерами поздней после работы, потому что времени больше не было. Главная поддержка и опора Светланы – это ее семья, которая всегда поддерживает и придает уверенности в себе. Поздно объявляли результаты, мы легли спать. А утром она мне написала, я увидел, что у меня, говорит, первое место. Ну, все как бы сразу вскакиваешь, радуешься и кричишь. Подготовка к конкурсу когда проходила, то есть ее вообще, можно сказать, не трогали. То есть если там нечего покушать, мы сами сделаем и так далее. Знаем, что ей нужно готовиться к конкурсу. Почти полсотни участников из 18 стран. О победе Светлана и не думала. Само участие в конкурсе уже престижно. Жюри оценивали работы со всей строгостью. В прическе есть определенная форма. Чистота, цвет, все это играет роль. Я считаю, что я все это выполнила, и поэтому заняла первое место. Уже весной Светлана планирует покорить еще одну вершину. Стать лучшей на чемпионате мира по парикмахерскому искусству, который пройдет в Японии. Всегда учиться и развиваться. И главное, никогда не стоять на месте. Вот основные принципы, которым следует Светлана Харунжия. Как в жизни, так и в спорте. Несмотря на постоянную занятость, Светлана ведет здоровый образ жизни. Немало времени уделяет фитнесу и правильному питанию. Я жена, мама. Вот это вот самое главное в моей жизни. Что бы ни случалось, все равно на первом месте семья. Наверное, так и выглядит женское счастье, когда в семье есть поддержка и взаимопонимание, и любимое занятие, которое делает людей красивыми и счастливыми. Екатерина Кравцова, Степан Некрасов. Новости Верхнекамье. Больше половины жителей Земли никогда не видели настоящего снега. Так говорит статистика. Но нам-то с вами повезло. Уже завтра наступает календарная зима, и наслаждаться ей лучше в новом пуховичке. А где его приобрести, расскажем далее. Ни для кого не секрет, что холодное время года заставляет нас усиленно утепляться. Быть стильной и не замерзнуть этой зимой – задача не из простых. Но на Пермской ярмарке точно знают, в чем не страшно встречать холода. С новой коллекцией пуховиков и пальто выставка продажи заглянула и в наш город. Необычные фасоны, сочные цвета и натуральный мех. От разнообразия выбора на Пермской ярмарке голова идет кругом, а руки так и тянутся все примерить. Стоит отметить, что все куртки, пальто и пуховики сделаны исключительно из качественных и современных тканей, таких как драк, плащевка и эко-кожа. А такие утеплители, как верблюжья и овещья шерсть, станут незаменимыми спутниками в любых погодных условиях. Модели представлены как на молниях, так и на пуговицах. Обновить гардероб на Пермской ярмарке вы можете и в рассрочку, и в кредит. С собой нужен только паспорт. Уже загорели с покупкой нового пальто или пуховика? Тогда запоминайте адрес. Пермская ярмарка расположилась в ДК Ленина и погостит у нас два дня. 3 и 4 декабря с 10 до 18.00. Они еще пешком под стол ходят, а уже рвутся на спортивные олимпы. Чемпионат ползунков «Вперед малыш» произвел фурор еще до своего начала. На него уже заявились 260 маленьких спортсменов. Забеги будут проходить в воскресенье 2 декабря с 10 утра до 5 вечера по адресу Олега Кашевого, 7. Организаторы напоминают, что при себе необходимо иметь вторую обувь или бахилы. Забеги будут в разное определенное время. Для того, чтобы узнать, ко скольки приходить к участникам и свою возрастную категорию, заходите на страницу отдела по делам молодежи ВКонтакте и узнавайте время, ко скольки к вам подойти на забеги. В этом году традиционный городской чемпионат ползунков пройдет под эгидой благотворительности. На входе и в зале Березняковский фонд «Витамин» установит ящик для сбора средств на реабилитацию нашей маленькой землячки Алины Никоновой. С рождения малышка борется со страшным недугом – ДЦП. Пожертвовать можно будет любую сумму. Отмечу, что заявки на участие уже не принимаются, но стать зрителем столь зрелищных и умиляющих стартов может каждый. А сейчас пришло время для ваших телеприветов. Уже по традиции каждый четверг в конце рабочего дня наша съемочная группа собирает самые теплые приветы и поздравления от вас, наши дорогие телезрители. Передаю слово выпускнику молодежного проекта «Новая смена» Александру Иванову. Сегодня ведь четверг, а это может значить только одно. В эфире рубрика «Хочу сказать». Всем привет! Я надеюсь, что ваши приветы и поздравления будут такими же яркими и такими же сочными, как эти новогодние шары. А они, кстати, новогодние. Привет бабушке, дедушке и собаке-тайне. Маме, папе, Алисе, деду, бабушке. Передаю привет маме, папе и друзьям. Желаю счастья, здоровья и больше денег. Передаю привет своей маме и бабушке Ирине Мочиловой и Людмиле Мочиловой и своим подружкам Марине Гуняковой и Яне Зинченко. Березняки всех с наступающим. Всем добра, счастья, чтобы было все-все хорошо. Я хочу привет передать своему папе Максиму. Желаю ему счастья и здоровья. С наступающим Новым годом! Хочу передать привет Захару Францову, моей семье любимой и моим подружкам Мистовой Пятерке. На сегодня это все. Вы смотрели рубрику «Хочу сказать». Если же и вам хочется передать привет или поздравления, то мы ждем вас в следующий четверг в торговом центре «Оранжмол» с 7 до 8 вечера. Александр Иванов, Станислав Атаманов. Новости Верхнекамья. Вы смотрели главные новости Верхнекамья. В студии была Екатерина Кравцова. Всего доброго и отличных вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова